7-3 в нашу пользу. С таким счетом около часа назад завершилась захватывающая игра хоккейной команды президента Беларуси и ледовой дружины из Объединенных Арабских Эмиратов. Наша страна уже в 13-й раз не изменяет традиции первых дней Нового года. И сегодня участники рождественского турнира любителей хоккея на призы президента Беларуси скрестили клюшки. В этом году для участия в ледовых баталиях в нашу страну прибыли представители 14 государств. Уникальная сборная «Балкан» объединила хоккеистов из 8 стран. Особенность нынешних состязаний в том, что абсолютно все игры проходят на двух площадках Чижовка-арены, что безусловно удобно для болельщиков. Ну и конечно же, это сегодняшняя церемония открытия. Всегда это невероятно зрелищное, красочное шоу, этакий спектакль на льду. Екатерина Желянина обо всем по порядку. Год прилетел, как скоротечный турнир, и снова хоккейные любители в Минске. В 13-й раз неофициальный чемпионат мира. Уже традиция в борьбе за звание лучшего. На лед выходят 8 команд. Трибуны заполняют поклонники турнира. Вот ты выходишь на лед, и отражаешься в нем, и твое сердце поет. Принимает рождественский турнир. В очередной раз Чижовка-арена. Сегодня день открытия, и по традиции спортивный праздник стартовал с красочного шоу. Участие в церемонии принял и глава нашего государства. Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в национальной хоккейной лиге. Хоккей пользуется особой любовью и вниманием нашего народа. Наши зрители смогут по достоинству оценить точный бросок, голевой пас, самоотверженную игру вратаря, филигранную технику нападающего и слаженность действий каждой из команд. Гости столицы убедятся в традиционном гостеприимстве белорусского народа, смогут познакомиться с Белоруссией, ее историей, культурой, обрести новые интересные контакты, ведь спорт – это лучшая форма народной дипломатии. Дорогие друзья, я хочу поздравить всех участников, зрителей нашего замечательного турнира с Новым годом и Рождеством. Пусть сбудутся все ваши мечты, а в каждом доме воцарятся мир, благополучие и счастье. 13-й рождественский международный турнир любителей хоккея президента Беларуси объявляю открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть позже в матче открытия президент выведет свою команду. «Налет», но в начале о регламенте турнира. Пройдет он в два круга. На предварительном этапе две группы выявят победители. Сильнейшие встретятся в финале. Занявшие в группах вторые места сразятся за бронзу. Первыми сегодня «Налет» вышли финны и немцы. Первый матч и первый разгром. 11-3. Эти и другие, как говорится, старожилы турнира. Но есть в этом году и новички. Команда «Балкана». В ее составе представители сразу восьми стран. Желающих участвовать в рождественском турнире больше, чем мест. И таким образом нам удалось сразу представителей из восьми стран пригласить. И для нас это очень важно, потому что, ну вы знаете, мы будем подавать опять заявку на проведение чемпионата мира в Минске. А это как раз те люди, которые будут принимать решения. И это здорово, что у них есть возможность еще раз посмотреть, чтобы мы ей рассказали. И они все в восторге. Для них это как чемпионат мира. Дебютанты в своем стартовом поединке встречались со швейцарцами на недостаток. Шайб фанатам жаловаться сегодня не пришлось. В самом результативном матче дня крестоносцы одержали победу 13-2. Россияне сыграли со словаками и неожиданно крупно уступили 0-12. Впрочем, даже фанаты проигравших команд не ушли без настроения. Рождественский турнир – это прежде всего праздник, гуляния, конкурсы, подарки, выступления популярных артистов организаторы гарантируют. И вот, наконец, первый матч хозяев. На трибунах «Аншлаг» на льду действующие чемпионы. Соперник хоть и экзотический, и на хоккейных просторах, но и белорусам хорошо знаком. Объединенные Арабские Эмираты на турнир приезжают в третий раз. В этом году наша команда бесспорно сильнее, чем в прошлом. Но я не ожидал, что белорусы будут играть так хорошо. Очень интенсивный матч. Великолепное впечатление. Все с нетерпением ждали этого турнира. Как болельщики, так и, я знаю, что ребята, хоккеисты. Это всегда интересно. Всегда приезжают много интересных команд, ребят, с которыми мы играли, против кого играли в свое время. Всегда прекрасно повстречать старых друзей. В стартовом поединке хозяева порадовали своих болельщиков не только победой, но и красивыми заброшенными шайбами. Лучшим бомбардиром в белорусской команде стал Андрей Асташевич. На его счету хит-трик Александр Лукашенко отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами. Итоговый счет 7-3. Так завершился первый игровой день турнира, но это лишь начало хоккейного праздника. Все 13 лет ходим. Первые годы даже продавали буклеты, где были команды и с их автографиями. И мы следили всегда и заполняли календарь, кто сколько забил голову. Такой ажиотаж. Мы решили тоже подержать. Мы привели детей. На подъезде сюда музыка играет, детей развлекают, поэтому все замечательно. Завтра вновь состоятся 4 матча. Белорусы в вечернем поединке встречаются с командой «Балкан». О победителя узнаем в субботу, 7 января. Екатерина Желянина, Валерия Науменко, телекомпания СТВ.